здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мессер мессер у нас будет нож производства американской компании спайдерка которая производит этот нож под брендом bird bird middle arc 2 2 нож из вот этой вот серии сделан в китае под брендом bird на мощностях которые завела там американская компания спайдерка вот несмотря на то что нож выглядит так достаточно гершиста очень не классический очень так по спайдерковский если так можно сказать рукоятка этого небольшого ножа весьма удобно в самых разнообразных хватах выставлены хват пожалуйста все прекрасно вообще пальцы ложатся просто как будто тут и были даже насечка подсказывает куда положить большой палец хват через чойл совершенно отличный очень удобный но такой как на большинстве ножей спайдерка это бывает обратный хват тоже никаких проблем прекрасно можно положить палец есть место можно ударить если необходимо можно дорезать в общем все на самом деле в полном порядке а нож то действительно небольшой вот такая вот эргономичная рукоятка которая достаточно часто встречается на тех или иных ножах bird или спайдерка это такая отличительная особенность никогда не подумаешь что она настолько удобная по внешнему виду она удобна сейчас 2021 году мало у кого из людей увлекающихся ножами есть сомнения в том что рукояти из пластика фрн достаточно надежно а вот когда эти ножи только появились ну в общем как бы применение подобного материала вызывало массу споров настоящее время естественно можно говорить о том что этот материал шагнул и на гораздо более дорогие серии и не только ножей спайдерка но пожалуй можно сказать что они были одними из пионеров среди ножевых производств которые доказали всему миру что это действительно хороший и удачный материал для рукояти кроме того он позволяет существенно снизить себестоимость ножа но и в конечном счете естественно явно влияет на его потребительскую стоимость для открывания клинка здесь предусмотрен вот такой видоизмененный спайдер холл скажем так который многие называют bird eye есть вот такая шутка по этому поводу но на самом деле к вопросу работает не работает работает точно так же как на спайдерка здесь пожалуй нужно говорить о том что это нож который собран практически без шайб ну шайбы там может быть какие-то и есть и меня разбирать этот нож как-то не доводилось но думаю что могу вот так сейчас показать что примыкая здесь пита клинка к лайнерам рукояти такое впечатление что настолько плотно что даже то есть там какие-то шайбы есть никакой роли на движении клинка они особенно не играют я где-то видел такие разговоры по поводу того что там такие тоненькие пластиковые шапочки ставлю ну для того чтобы клинок как-то более-менее двигался из-за этого получается что конечно вот такое скоростное открывание как на ножах с нормальными скажем так подшипниками скольжения да здесь она не очень-то сильно реализуемо но с другой стороны большинству людей это не особенно надо важный вопрос заключается в том что открывать этот нож одной рукой вполне комфортно закрывать ну виду использованного замка несколько посложнее но по большому счету вы берете прижимаете его что-нибудь там от бедро как ты тоже вполне можете закрыть без использования второй руки по поводу ножей бэклок есть такая шутка о том что для их однорукого закрывания требуется специальная бэклок на я пузо вообще когда бренд bird только появился в свое время вот на форумах начались обсуждения этих ножей теми людьми которые ну вот только-только получили их в руки тут же все бросились разбирать смотреть что там внутри как что устроено и знаете вот очень часто то что начало происходить тогда в тогдашнем интернете когда считаешь это сейчас ну хорошо характеризуется таким широко известным сейчас не очень наверное эфирным словом срач потому что постоянно начиналось вот это очень многие люди почему-то ожидали что ножи будут точно такими же как спайдерка но при этом там в три раза дешевле ну приблизительно вот такой подход апологеты так сказать переноса производства в китай в тот момент ожидали от американской компании но оказалось что в общем и целом это несколько по-другому сделанные ножи и вот там знать эти разговоры а ты его разбирал ты видел там какие лайнеры кривые что они не обработаны вот на спайдерка такого не бывает а тут вот если честно признаться учитывая как здесь сделано пластиковый рукоять а какая разница обработаны там лайнеры внутри или нет но что от этого в своих рабочих характеристиках вообще ничего не теряя у этого ножа несмотря на малый вес есть такие вполне полноценные лайнеры в минусе считающиеся среди некоторых нажиманов ну прямо таки вот бедой тот факт что эти лайнеры могут быть достаточно кривые они не очень хорошо обработанные я думаю что вам сейчас это более или менее видно но в плюсе могу сказать так здесь такая конструкция накладок что лайнеры ни в одном месте не торчат наружу а в тех местах где вы вообще можете соприкоснуться с каким-то стальным ими деталями ножа они все обработаны достаточно хорошо поэтому ну зачем платить больше сэкономили это действительно такая дешевая линейка ножей держать нож в руке при этом достаточно приятно но при этом конечно можно отметить что вполне могли бы и наверняка уберт есть такие модели сделать нож и без лайнеров совсем потому что замок здесь используется бэклок вот такой для спайдерка традиционный с кнопкой замка в середине или с коромыслом ну как хотите можете это назвать в данном случае поэтому необходимости какой-то в лайнерах у этого ножа в принципе и не было тут надо еще отметить такой момент что это недостаточно крупный нож чтобы нагрузить его какой-то действительно сверхтяжелой работы где лайнеры могли бы но как-то быть необходимы для того чтобы нож просто в ней не сломался тут конечно непонятно для чего это сделано с конструкционной точки зрения отдельно хочется показать баланс вот так вот проявляют себя не совсем нужные ножу лайнеры на самом деле если бы здесь не было я подозреваю что баланс был бы где-то вот примерно в подпальцевой выльнике а сейчас вот баланс вот такой раз уж мы сегодня заговорили о ножах bird не удержусь и покажу их коробку вот так она выглядит на самом деле если рядом показать коробку от ножей спайдерка то ну скажем так приемственность дизайне отлично видно дело просто в том что на самом деле бренд bird это действительно такой дочерний бренд компании спайдерка который компания создала в свое время именно для того чтобы поместить под него специально разработанные инженерами спайдерка модели ножей которые будут выпускаться на китайском производстве здесь правда не стоит забывать что есть еще и собственно ножи спайдерка которые были выпущены в китае но таких буквально несколько моделей если я не ошибаюсь то по моему на момент записи этого ролика таких моделей всего шесть а вот ножей под брендом bird там прям целая линейка и об одном из таких ножей мы с вами говорим сегодня клипса ножа это та самая клипса от ножей спайдерка да она немного по-другому выглядит но все свойства клипсы родительской компании она переняла очень удобная довольно таки длинная стандартного размера очень эластичная в общем действительно все здорово прекрасно работает на этом ноже в том числе при этом на этой конструкции ножа учитывая какой использован замок клипсу можно переставить во все четыре положения куда вам заблагорассудится отверстия для этого насверлены по всей рукоятке никаких проблем как удобно так и носите это на самом деле тоже здорово для такого вот недорогого ножа сразу освоиться и понять какое положение клипса для вас самое актуальное для того чтобы потом можно было ну исходя из этого положения выбирать другие ножи если вы левша вам конечно несколько сложнее чем всем остальным но очень многие правши как-то так иногда бывает зацикливаются на возможности переставить клипсу а потом никогда ее не переставляют но вот у этого ножа с этим проблем никаких как в общем-то и у многих других ножей американского производителя клинки ножей bird сделаны из одной и той же китайской стали 8 chrome 13 молебден ванади которая наиболее сильно распространилась благодаря китайской серии ножей корпорации кай то есть конкретно компании керша но тем не менее именно специалист компании спадерка при создании производства bird выбрали эту сталь из китайских стали для своего ножевого производства и уже потом она перекочевала на ножи других компаний выбрали они и и таким образом потому что ставили некоторое количество экспериментов с термической обработкой этой стали пришли к выводу что при правильном режиме термической обработки она очень сильно походит на сталь 440 си в своих эксплуатационных свойствах но стоит гораздо дешевле и вполне доступно в китае вот именно поэтому ножи bird все делаются именно с клинками из такой стали несмотря на то что нож довольно таки недорогой он снабжен фирменным спайдерковским серрейтором то есть это такое фирменное решение которое в компании спайдерка было вообще изначально придумано и вот наши тесты например ножей спайдерка тенейшес показывают что вот такой вот полу серрейторный нож мало что теряет в какой-нибудь такой обыкновенной бытовой работе несмотря на присутствие вот такой вот необычной кромки единственное что с одной стороны ну скажем так серрейтор довольно таки сложно затупляется но вот если вы его затупили вам потребуется довольно таки специфические заточные устройства для того чтобы опять привести его в порядок это может кому-то показаться неудобно но впрочем для таких людей всегда найдутся ножи bird или спайдерка у которых серрейтора на клинке нет за этим там следят достаточно тщательно лично я люблю вот такие действительно маленькие ножи с небольшим весом мне всегда как-то кажется очень такой разумная концепция небольшого складного ножа который лежит где-нибудь в кармане или находится кому-то кармане сумки рюкзака еще каких-то местах и вы вообще о нем не помните но в тот редкий момент когда вам как например городскому жителю потребуется как тот или иной нож у вас всегда есть там чем сделать какую такую простую и нехитрую работу в этом смысле надо сказать что вот нож который держу в руках тоже производит первично такое впечатление но тут есть все таки небольшая хитрость ввиду отдельных элементов его конструкции я бы сказал что вот не для любой такой нехитрой работы в городе этот нож подойдет больно уж он для этого не классический но у него есть свои плюсы если вот ваше такое немного специализированное использование попадает под концепцию использование вот такого клинка и вот такого ножа то я думаю что этот нож может вас приятно удивить за очень небольшие деньги вот лично в моей жизни вообще работы для вот такого хвата через чойл который компания спадерка постоянно продвигает довольно таки немного но очередной их нож попадает мне в руки и вот просто не могу удержаться ну пальцы здесь лежат вот действительно специально для того чтобы они тут лежали это место и придумано не то чтобы часто так работаю но держать подобным образом очень удобно вот такие вот ну не знаю имитации заклепок назовем это так с одной стороны с другой стороны здесь винты рукоятки вполне разборные но когда смотришь на этот нож отсюда то конечно начинаешь понимать что сами по себе вот конструкционные эти модели были придуманы уже довольно таки давно сейчас уже так конечно никто не делает кроме вот таких вот наверное ну скажем так олдскульных моделей которые просто ну наверно специально сделаны таким образом чтобы все-таки напоминали пользователю о том что он держит в руках нож пусть и дочернего бренда но одной из самых старых ножевых компаний которые занимаются в новейшей истории складными ножами вот этот нож вызывает такое знаете довольно таки двоякое ощущение с одной стороны из-за того что у него очень просто сделал носевой узел вот он именно не ненадежный а именно очень просто сделаны здесь не хватает какого-то такого-то знаете элемента игрушечности которая присуща большинству всех современных небольших ножей а с другой стороны благодаря тому что вот на накладках рукояти сделала такая ну действительно интересная такая тщательная текстура вот не знаю как бы даже еще и назвать все равно когда берешь этот нож в руки есть такое ощущение что он такой знаете вот немножечко игрушечный то есть от него такое чувство как будто это именно такая дорогая хорошая пластиковая игрушка каждый раз когда ко мне в руки попадают ножи берт испытываю довольно сложное ощущение вот с одной стороны я все понимаю что это просто младший бренд спайдерка ну да так ножи немного попроще но тем не менее они достаточно хороши по крайней мере для своей цены с другой стороны вот знаете иногда смотришь на них берешь в руки и думаешь ну если тебе вообще нравится на ножи спайдерка то почему бы не использовать берт ведь в общем то все чем вот ножи спайдерка так славятся по крупному если не брать какие-то исключительные их модели в этих ножах тоже есть поэтому ну если хотите за недорого обрести какой-то более или менее фирменный нож реально купить его по цене ну такого среднего китайского ножа то обратите внимание на ножи берт они вполне этого заслуживают единственное что уж если когда вы берете этот нож в руки вам прям сильно не нравится то в общем то наверное незачем и пытаться осваивайте спайдерка вот такой берт мидаларк ту с вами на канале мистер мистер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока